И я вас приветствую на канале Камрад Майор. Сегодня у нас давно очень не было вообще на канале ранее известного как Brim Team видео по моделированию, но сейчас решил изменить немного формат и оно будет. Сейчас на обзоре это модель выходного дня, так скажем, которая собирается очень быстро. Это средневековая шлюпка в масштабе 1 к 72 от компании Звезда. Представлена она вот в таком виде, то есть это модель 8 сантиметров в длину, имеет 29 деталей. Сразу скажу о том, что вот этот парус это пластиковая имитация, которую я выкинул. Потому что хотел сделать именно вот такой развернутый и сейчас скажете, получилось у меня это или нет. Внутри был вкладыш самой звезды, то есть ни описания ничего, потому что тяжело здесь что-то описывать. Здесь только перечисление деталей на литнике, используемые цвета и что в какие цвета красится. Значит, соединялась две половины. Нижняя часть борта, нижняя часть борта, потом верхняя часть борта. Руль собиралась, так скажем, мачта, ставилась фурнитура по типу бочки, сиденья, подставок, установка самой мачты. Здесь дополнительная фурнитура это багор, сложенные весла, которые я опять-таки не делал сложенными, хотя вот их тут показано, что можно перевязать нитью. И сборка на этом заканчивается. Она очень проста, но как модель выходного дня, именно дать отдохнуть голове, чтобы руки что-то поделали, за исключением того, что любят делать большая часть нас всех. Эта модель более чем подойдет. Цена ее примерно 220 рублей на озоне. Я думаю, по скидкам можно вообще рублей за 150 урвать. Но я купил там за 250-220. Значит, отводим это в сторону. И вот что у меня получилось. То есть, вот при моей большой руке, вот такая вот модель, которой представлена сама шлюпка. То есть, это изначально все было в сером пластике. Я покрасил в древесный цвет, который сделал сам, с помощью акриловых красок, которые были. Считаю, что цвет сам более чем удался. Почему-то фокус плохо ловится. Вот, цвет более чем удался. Детали руля были покрашены в стальной цвет. Это номер 7 от звезды. Так, фокусируется на коробке. Вот. Подставки черные. Весла сделал в грибном положении. В активном. Также не стал приклеивать багор. Который выполнен вот в таком виде. Извиняюсь, очень плохо ловит фокус на таких мелких деталях. Красил все даже не столько, наверное, согласно инструкции, а сколько согласно логике, что, конечно, вот эти стыки должны быть металлическими, и покрасил я их в металлический цвет. И что касаемо паруса, это белая ткань, которую тянул примерно по вот этим же изображениям. Канатами, так скажем, сам парус обернул вокруг вот этой вот детали. Кстати, учитывайте, что если будете так делать, то она вам понадобится, а взять ее откуда, не знаю, вы сможете, так как идет целиком вот эта деталь. А у меня из других моделей оставались, и это вообще ракеты от вертолета Черная Акула. Я там подрезал, подкроил, и получилась как раз-таки нижняя часть мачты. Здесь даже, кстати, идет кольцо, которое опять-таки очень плохо из-за фокуса видно. Вот она. Но для меня, я считаю, модель удалась. Больше в ней ничего дополнять не нужно. Может быть, потом как-нибудь чуть изменю вид паруса. Но считаю, что модель для меня удалась. Сделал я ее в таком виде, в каком я ее и задумывал сделать. Так что я специально не делал вот так вот прямо, так как шлюпки ходили именно в таком положении с парусом. Вы даже можете заметить это по современному яхтенному спорту. И вот такая вот получилась, я думаю, прекрасная модель, которая дополнит мою коллекцию. А с вами был Камрад Майор. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Очень много интересного контента в последнее время выходит, и будет выходить отныне и навсегда. Прощаемся. 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 Продолжение следует...